Камера пошла, камера пошла. Ну что ж, друзья, что у нас интересного? Ну да, визерочек-то, той боже, по колдуну. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. Юстон, у нас здесь проблема. Как приземляться? Слушай, ну смотри, а сейчас колдун... Да, я же говорю, шеладный. Да. И смотри, какой восточный компонент сильный. Да, да. То есть он не чисто южный, а все-таки юго-восточный. Поэтому я думаю, что по ветру будет в самый раз приземляться. Почему мы, друзья, по ветру хотим приземляться? Не смотря то, что летательные аппараты, как известно, приземляются против ветра. Ну, потому что у нас аэродром под уклоном. И если мы начнем приземляться от горы, то даже при вот этом текущем ветре 25 км в час. Сейчас крыло показывает как раз на край, на торец полосы северный. Нам получается, что вот эта полосочка асфальтовая, если на нее поставить планер, то планер замечательно катится вниз. То есть там приличный уклон. И мы остановимся где-нибудь, куда показывает крыло, где-нибудь середина полосы. И пересекая полосу будем толкать планер назад. То есть куча как бы ненужных проблем. Поэтому можно приземлиться по ветру. По ветру у нас энергии будет больше. У нас посадочная будет, я буду касаться где-то километров на 90, на 100. Соответственно, у нас будет запас по скорости избыточный на 25 км в час лишний. Это, конечно, неприятно. Но, с другой стороны, это, опять же, не проблема. Выпускаем шасси перед входом. Включаем радиостанцию. Переводим закрылок на поставку на лендинг. Выпускаем воздушные тормоза на полностью. И докладываемся. Осматриваем полосу. Это грибнички были. Смотри, грибничков там нету. Нету. Асприндия, Виктор, Downwind, Landing to North. Полностью выпущены воздушные тормоза. Идем по ветру. Смотрю скорость относительно воздуха. Я иду против ветра. Скорость у меня 110 на GPS. 90. Понимаю, что да, ветер действительно 20 км в час, 25, как и ожидалось. Ну, ничего страшного. Делаю себе небольшой запасик. На то, чтобы развернуться на торец полосы красиво. Еще раз осматриваю полосу на предмет грибников. У нас грибники постоянно на эту полосу выскакивают. И мы в предыдущем полете чуть было не повстречались с группой грибничков. Хотя я полосу осматривал, но их реально не было видно совершенно. Перелетим. Вот, друзья, долбаные грибники. Вот так делать нельзя. Вот так делать нельзя. Слушай, их совсем ведь не видно было сверху. Ну да. То, что я полосу смотрел, не было видно. Не было, не было. Они уже в самом низу не увидели. Да. Друзья, никогда так не делайте, как делают эти люди. Потому что, ну вот зрение человеческое, ну я вижу хорошо, достаточно. Ну, я полосу осмотрел, то есть я посмотрел, нет тут ни самолетов, ничего. Ну, а люди, ну вот посмотрите, вот они там сейчас убегают с аэродрома. Люди сливаются, то есть они цвет, если бы они хотя бы яркие одежды одели, у них цвет такой же, как у этого поля. Ну вот и все, планер не слышно. Ну вот их реально не было видно совершенно. Ну вот я сейчас делаю дугу и выхожу на торец полосы, как я и хотел, достаточно низко. Скорость 133-140 км в час, 520, все в порядке. Ну, планер несется, да, прилично. Я убираю воздушные тормоза, чтобы потихонечку отлететь поближе, потому что нам придется еще катить иначе прицеп. И вот сейчас вешу, вешу, вешу. Как же мы быстро едем. Все, сбрасываем скорость. Относительно земли мы едем. Да, 77 км в час. Ну, это уже не страшно. Я плавно подворачиваю планер к прицепу, не оставляя надежду на то, что когда-нибудь я до него доеду. Нет, нет, нет. Слушай, не в этот раз. Даже хуже, чем в прошлом получилось. Позор. Никак не могу пристреляться, друзья. Ну, получается, что если на нашем аэродроме я еду как бы немножко под уклон, и мне легко доехать, то здесь я еду как бы в горку. И я никак не могу научиться оставлять такое количество энергии, которое бы позволило мне вот до нашего прицепа доковылять. Ну, так, ветерочек дует, но не... Видите, друзья, что приземлиться по ветру можно, для этого лишь надо понимать, что ты делаешь, и вот этими оперировать запасами по высоте и так далее, и тому подобное. Это, конечно, неприятно, но, с другой стороны, это, опять же, не проблема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова